Всем привет! Сегодня с Николаевской прилетело мне несколько десятков видео именно с Нижнего Амура. Я решил снять тоже свой небольшой видеообложек, чуть-чуть так. Просто пройтись немножко по заводскому району, буквально чуть-чуть, несколько метров и чутка тоже прокомментировать. Ну вот всем, кто плачется, что у нас тут так все плохо. Ну, собственно, чего плохо? Была проходная заводская, стал этот ритуальный зал, ритуальный комплекс. В общем-то, ну, плохо, хорошо, кому как судить. Кто-то обогатился, кто-то что-то потерял, кто-то потерял, очень многие потеряли жизни. Но, тем не менее, тем не менее, те, кто остался, в общем-то, кто выжил, вполне имеют возможность заниматься в спорткомплексе, например, правильно? Те имеют, будут иметь возможность покататься вот на крытом катке. Также получат возможность определенно еще получить рабочие места специализированные. В общем-то, набор уже, я думаю, начался, кадров, подготовка. Ну, вот это вот здание, где вот у нас была снежинка, да, снежинка, при Советском Союзе была хорошая кафешка, была гнушка, и космушка была вообще отлично. Ну, что сделать? Ну, видите, долго-долго здание уничтожали, потом кто-то подпилил стропила, чтобы крыша рухнула. Ну, и сейчас это дело все надо растащить, еще согласно территории, чтобы можно было что-то сделать. Ну, и там в перспективе даже заглядывать не хочу, там в детский садик, который отдавали атаману Пасхотину. Ну, атаман Пасхотин оказался какой-то мере инопланетянином и покинул нас, покинул нас. Вот, бросил свои, свои эти, как они называются, бросил свои регалии земные в историческом центре города и покинул нас. Остался только тут его один представитель, Пасхотин. Можете к нему прийти и с ним поинтересоваться, у него какие же, какие же у него планы дальнейшие по захвату Нижнего Амора. Так, ну вот, собственно, вот она вся полоса, вот это все был судостроительный завод, судостроительный завод. Собственно, тоже грустить особо не о чем, но что вы хотели при капитализме, чтобы кому-то какие-то заводы были нужны на Дальнем Востоке? При капитализме ничего никому не надо, будьте рады, будьте счастливы, что у вас хотя бы еще там какая-то часть пенсии остается. Поэтому, что грустить-то? Пенсии, пенсия стала меньше, да, пенсия стала меньше, конечно. Пенсии вообще скоро, в общем-то, не должно быть практически, потому что капитализм. Какая пенсия при капитализме? Сами смотрите. Так что, я говорю, живем, ходим в бассейн, ходим в ритуальные залы. Так вот, заводы управления у нас в перспективе. Смотрите, сейчас я выйду сюда вот. Вот, видите, в перспективе там у нас заводы управления, девятиэтажное здание, бывшее заводы управления, плохо его видно. Ну что, работали там инженера, работали проектировщики, конструктора. Много-много там было кадров, отличных обученных работало. Был уникальнейший АСУП, автоматизированная система управления компьютерная. Ну, сейчас там, в общем-то, занимается своими морскими делами Басантур. Вот, фирма. Еще там, значит, фирму ряд есть. Поднимают, опускают на воду мелкие, значит, катера. Вот, которые вот бороздят просторы нашего Амура и помогают, значит, с готовой переработкой наших, вот, с вами, биоресурсов. Вот, тоже, я скажу, что, ну, рабочие места. Если кто-то там усомнится в искренности моих намерений показать все самое хорошее и красивое, то, ну, пускай усомняется. Я скажу, сомневается, пускай, что, я скажу, что он глубоко заблуждается. В общем-то, я показываю отличные, позитивные моменты. Вот, смотрите, ну, то, что фазанка эта сгорела, старое здание. Кто-то срочно прятал свои отчетные документы, есть такая версия, и совершил этот поджог. Без фамилии, да, ребята, а то еще там 40 тысяч кому-нибудь надо будет срочно заплатить на бедность. Кому-то не хватает, не хватает кому-то на очередное колесо для, на пятое, наверное, на шестое колесо для своего джипчика походного. Вот, поэтому без фамилий, что комментируют? Ну, фазанка, ну, сгорела. Ну, разобрать все это до конца, да что-нибудь еще построить? У нас же строительство все запрещено в городе. Строить ничего нельзя, потому что торы определяют стройку на годы вперед. Поэтому, что, значит, что у нас по курсу тут было? УПК было, ну, было, всплыло, что вам, какое у ПК? Что-то там осталось, что-то функционирует, что-то там, где-то, 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 где-то стоит. Ну, слава богу, тут здесь что у нас? Магазин семейный, то ли вьетнамцы, то ли китайцы занимаются оптовой продажей нам всяких-всяких фруктов, овощей и разных разностей. Ну, ну, тоже территория завода судостроительного пола. Ну, и что, ну, кто-то же должен нам в жрачку сюда правильно возить, немножко подешевле. Так-то в целом, смотрите, это район развивается. Если там вот повыше посмотреть, по полу подняться, у нас прекрасно это поле есть для игры, там, футбол, например. Ну, зимой там не играют, но что же сделать? Тоже, как бы, нормально. Так, так что я не знаю, кто там пессимисты, там, что там, как там. Ну, осталось нас по белой переписи, там, 18 тысяч противу тех, что было, там, около 60, да. Ну, упало население в три раза численность. Ну, подумаешь там, ну, подумаешь там, что по черной переписи у нас всего 12 осталось. Вот, ну, что ж такого. Что ж такого, что разрушен городской редут, в общем-то, знаете, какая кладка там? В четыре кирпича, не хотите? Это стратегические объекты, баня в одном лице. Ну, сделали с бани вот такой вот памятник старины, и говнотечка прям под ней идет, в амур. Один из шести сливов, без всяких очистных, вот. Сливается в амур. Вот, ну, собственно, речка наша, да, сами в нее хотим писем, хотим какаем, вроде того. Так что, можно сделать комнату страха здесь. Никто не хочет заняться, в общем-то, свободно. И можно вот здесь, вот смотрите, прямо вот кошмар на улице Вязов снимать. В общем-то, неплохой готовый павильон для съемок фильмов ужасов. Летом у нас довольно тепло бывает. Вот школа, видите, вот если по улице прямо подняться, школа, в которой учился у нас Юрий Яковлевич Чайка, представляете? Да, 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 тот самый знаменитый прокурор Российской Федерации, ныне немножечко смещенный. Всего лишь поделенная на количество субъектов Российской Федерации. Ну, вот, а так, смотрите, все хорошо, дорога на месте, техника двигается, вот, автобусы ходят, вот, Амур пока стоит, вот, все как бы двигается нормально. Так что, так что, все, кто, значит, на волне пессимизма, я прошу, вот, в соцреализм, друзья, в соцреализм Николаевск на Амуре, на самом Нижнем Амуре. Несколько часов езды до моря, вот, собственно, если продвинуться вот по вот этой вот дороге, ехать, 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 уехать в Красное, потом, потом поехать, значит, на, прямо дальше, поехать на Поворот Шныровский, поехать на Субботино, и, собственно, там уже у нас начинается Амурский лиман. Очень-очень-очень интересный район для судоходства, очень интересный район для перевалочной базы, вот, очень-очень-очень укрыт от всех осадков непогод, застраховал нас от всяких непогодностей, этот наш Николаевский район, поэтому, поэтому, скажу вам, жизнь продолжается, и, как бы то ни было, задача, задача у нас сейчас выжить еще несколько лет, и все нормально будет, я вам говорю, поверьте. Перестрелка уже закончилась, началась перекличка, поэтому есть кто живой, выходи, потихонечку, встроим, не ходи, потихонечку поднимайся, смотри, что произошло, ну и все, разбираем, разбираем задачи, продолжаем жить. Николаевск на Амуре, Роман Зайцев, живу на ТВ.